Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Денис Шаповалов, я психолог в теме детско-родительских и семейных отношений. Вы смотрите это видео в рубрике обзор литературы. Здесь я делюсь с вами теми интересными книгами, которые относятся к жанру художественной литературы, в которых хорошо и интересно представлены как раз детско-родительские семейные отношения. Сегодня хотелось бы поделиться с вами книгой, автор которой всем известный Николай Носов. Книга называется «Тайна на дне колодца». Нашел я три причины, по которым пишу этот обзор. Признаюсь вам, что немножко я оттянул время записи этого обзора. Когда прочитали мы эту книгу всей семьей, у меня было очень много восторга. Я понимал, что если я буду писать обзор сразу, то в видео будет очень много слов. Классно, здорово, ух ты, вау. Вот меня правда так тронула и поразила эта книга. Итак, нашел я три причины, по которым вам я эту книгу рекомендую прочитать и найти. Думаю, что найти ее будет вам несложно. Выпущена она была в 78 году. Тираж 100 тысяч экземпляров. И я уверен, что в букинистических лавках она однозначно есть где-то. Итак, первая причина, по которой вам ее стоит прочитать, ну, во-первых, это хорошее литературное произведение. Это повесть о детстве и юности Николая Носова. Все события происходят географически под Киевом в Ирпене, где я родился, Николай Носов, и в Киеве. По времени это все происходит в начале 20 века, до Октябрьской революции и немножко после нее. Вторая причина это то, что вот такая книга, мне кажется, должна быть частью серии для детей подросткового и подросткового возраста. И серия эта будет похожа на взрослую серию ЖЗЛ, Жизнь замечательных людей. Если помните такую, в Советском Союзе была такая серия. Значит, почему? Потому что вот это своего рода памятник детства, который интересно, талантливо написан и содержит очень множество таких деталей, которые, ну, фактически, как археолог ты их просто раскапываешь в этой книге и понимаешь, что у тебя, например, в детстве такого и близко не было. Что-то чуть-чуть похоже. Но в основном все было совсем не так. И те проблемы, с которыми сталкивался маленький Николай Носов, не то, что нам сейчас незнакомы. Мы можем их представить, разве что, если мы будем фантазировать на тему постапокалипсиса. А так это очень вряд ли. Ну и третий аспект, по которому я вам рекомендую прочитать эту книгу. Очень интересно посмотреть, как маленький Николай Носов смотрит на взаимоотношения своих родителей, на характер отца, на характер матери. Как он воспринимает это. Вот здесь вот, я думаю, что есть очень много похожего на то, как дети смотрят на нас, на нас родителей. Поэтому какой-то терапевтический эффект вы вряд ли получите, но вот такое интересное приключение в те годы и в то детство Николая Носова вы точно совершите. И я думаю, что большинство из вас эта книга не оставит равнодушными и вы получите удовольствие от прочтения. Если вдруг кто-то сейчас смотрит это видео и понимает, что он знает какую-то еще интересную книгу, вот по описанию похожую, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне правда интересна эта тема, и я с удовольствием ее прочитаю. Вам спасибо за просмотр. Если найдете что-то важное, что написать в комментариях, пишите. Я с удовольствием почитаю и отвечу. Всем пока.